С рабочим визитом в Славинском районе побывала вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. Она посетила несколько социальных объектов, где ведутся строительные работы, а также те учреждения, где только планируется начать ремонт. Подробности в первом материале выпуска. Свою рабочую поездку вице-губернатора Краснодарского края Анна Менькова началась с посещения нового детского сада на 320 мест, который возводится рядом с новой школой. Строится он по краевой программе. В нем будет работать четыре группы для детей ясельного возраста. Но из-за сложной экономической ситуации сроки строительства сместились. Глава района Роман Сенеговский отметил, что данный объект находится под постоянным контролем. Для завершения строительства застройщик ускорит процессы, добавив количество человек и техники на объекте. Отставания есть, но сейчас они действительно ускорились, где добавили, видят, что работы будут лучше. Кровы начали делать, стены, селегародки, сейчас коммуникациями занимаются. Еще один объект, который посетила вице-губернатор – поликлиника номер один. Там начался капитальный ремонт здания. Поликлиника обслуживает почти 27 тысяч человек. Важно, чтобы все эти люди получали медицинскую помощь в достойных условиях. На сегодняшний день готовность объекта составляет уже 32%. Здание полностью приведут в порядок. Заменят коммуникации, обновят входную группу. А вот в Славянской детской школе искусств имени Григория Пономаренко ремонт только предстоит. Здание является аварийным. И уже почти год ребята здесь не занимаются. Капитального ремонта за 100 лет не делалось ни разу. Косметически делалось постоянно. Мы меняли окна, своими силами ремонтировали, поддерживали. Но, к сожалению, после того, как у нас оттопление было, три раза в год, начали просаживаться фундаменты. Ну, соответственно, все проржавело. Детская школа искусств – это объект культурного наследия. Поэтому важно не только отремонтировать, но и сохранить его уникальность. Прежде всего, это фасад здания и старинные кованые перила. Вот до фасаде перила и вот эти кованые – это все до революционного периода. Оно все будет сохраняться, как раз вся эта часть. Там, где отсутствуют элементы, они будут просто восстанавливаться. Вот как раз вот это предмет охраны. Учитывая историческую ценность здания и его большую площадь, более тысячи квадратных метров, проект будет дорогостоящим. Но решение по нему принимать нужно. Администрации района будет подготовлен необходимый пакет документов для участия в краевой программе. Вице-губернатор Анна Менькова возьмет на контроль этот вопрос. После объезда социальных объектов заместитель главы региона приняла участие в работе открытой сессии, где читался в своей работе глава Славянского района Роман Синеговский.